Ну а ты документы, каком он отдаивал, девчата? Я вообще его влажа не видел, я не знаю, существует он в действительности, может он в действительности не существует, может они на поставленное лицо, как хуяки, чтобы налоги верни в него платить, может быть и так. Вот, зашел к начальнику, спрашиваю, старшим работает, но вот такого у нас нет. Ну, он же написал, я его не печатал. Ну, скажи, где есть контроль это? Ну, это эксперт-дернет, это контроль, правильно? Эксперт-дернет, да. Говорит, 157, да? У вас работают, вы говорите, не работают. Работают? Ну, скажите. Ну, паршин, паршин, штаб, представь, я не опять не понимаю. Ну, обманули, подсунули договор, не писать. А теперь послушайте внимательно, сейчас угомонитесь, послушайте. Я послушаю. Вы послушаете. Я говорю, так просто ничего не заканчивается. Я послушаю. Просто можно поверить. Либо вы урегулируете конфликт. Я послушаю. Я послушаю. Я послушаю. Слушай-е сам. Слушай-е тебя. Ко мне послушай. Обращаться на вы попрошу. Я ками-е мне. Я не могу обращаться, понял? Я не могу обращаться. Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий. Желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Проходите ко мне, что вы. Проходи, остановите. Спасибо, спасибо вам. Так, смотри, значит, здесь сейчас напишешь, что здесь сейчас пролетают. Вот эту шапку. Прошину. Владимира Владимировича. Тем более копии по-любому имеется. Ну, это ладно, это мы в судебном процессе все это со страховой компанией, в любом случае договора. Просто вы поймите, мы расторгиваем эту цель, она безденежная. Вы должны, если вы юридически подкованы, вы должны прекрасно понимать, каков процесс. Два варианта. Либо добровольно вы выплачиваете разницу. То есть сейчас мы получим справку о том, какая реальная сумма была выплачена с этой компанией. Потом в следующий момент мы расторгаем договор цель. Подпишите, пишите. Да, здесь подпишите сегодняшнее число и оспись поставьте. Значит, вот подпись. Нет, вот и вот тут прочих. Вот тут прочих, вот тут прочих. Вот, значит, расклад расход. Либо добровольно, а в том момент недобровольно это как? Мы расторгаем, тем более там кривая, на самом деле, рецессия. Мы что делаем? У вас два варианта. Либо вы возвращаете деньги из страховой компании, либо нам. Следующий момент. Мы потом страховую компанию подаем и получаем эти дни же средства. О, молодец, правильно. Со страховой компанией. Так что мы при любых обстоятельствах получим деньги. Просто это немножко затянется, ну и соответственно у вас будет немножко расходить. Немножко, ну конкретно. Ну понятно, вы можете их не отвечать. Все, значит, вы от нас получите, сможете как-то завизировать? Кого? Ну вот, претензии, которые мы набрали. Ну вы напишите мне претензию, я приму, печать поставлю, пропишу. Да, тогда вы тоже самое. То же самое? Да, 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 все то же самое. Все правильно делаете, мы только рады, чтобы со всех сторонним. Все даже всесторонне. Совершенно верно. Я очень надеюсь, что вы больше себя так с клиентами вести не будете. В партнерном случае, знаете, бизнес, вообще все юридических услуг, репутация очень важна. Совершенно верно. Поэтому для меня моя репутация очень важна. Я надеюсь, она для вас тоже важна. К сожалению, мы не занимаемся такими услугами юридическими. Я же сказал, мы занимаемся оценочной деятельностью. Мы работаем с бюджетом. Вы занимаетесь, да, и по сессии вы покупаете так же. По сессии мы ничего не покупаем, не работаем. Можете, пожалуйста, курточку передать в черную навешку? Висит, пройденет возможность. Вам? Да, хорошо. Хорошо. Один наш, а один ваш. А что это? Ну, претензии-то. Кому? Ну, подождите. Вы же знаете, прочитайте, кому есть претензии. Ну. А вы прочитаете? Вы прочитаете, кто я. Да, я понял. Но делается то, что ты сотрудница, уполномоченная. Значит, хамелию видите, нет? Разница, чувствуете? Да вы не туда, кстати, направили. Вас же здесь снимают. Я вам подскажу просто. Да, все туда и направили. Туда, да? А, вас туда. Так вы хотя бы перевернули, что наши лица была видна. Да, мне ваши лица неинтересно. Да, мы-то знаем, что вы уже представились. Да. Ну, а зачем вы тогда мне пишете непонятные письма о каком же непонятному товарищу? Если вы знаете, с точки зрения юридической все верно вы говорите. Дело в том, что ваша сотрудница принимает соответствующие документы и более того, она выдает. Она же описывает. Моя сотрудница. Поэтому, как в прошлом, вы когда пришли, вы помните? Я спросил у вашего клиента, там ваш клиент. Здесь он заключал договор, он говорит нет. Там нет. А вы где заключали договор, давайте с этого начнем. Вот, вот. Здесь у вас в офисе. Я не с вами, а с кем? Вот здесь вот в офисе. Здесь в офисе? Вы заключали договор здесь в офисе? Ответьте, пожалуйста. Вы здесь в офисе заключали у меня договор? С какой-то девочкой? Нет. А где вы заключали договор? Был какой-то представитель. Подожди, где вы заключали договор, в каком месте? Представитель от вас был. Где, в каком месте вы от нас представили? Где? Ну где? Заключал, где? Ну где? Где машину осматривали, там и заключали. Вы договор заключали? Где машину осматривали. А где это адрес, город, страна? Где машина осматривали? Расклад, я знаю, о чем вы говорите. Нет, вы красиво, конечно, говорите. Вы просто не... Извините, пожалуйста. Валюткуртка. Да ничего страшного. Смотрите, мне страшно. Она испачкается, будет грязная. Вы будете некрасиво. Послушайте. Не куртка красит. Не куртка красит. Давайте так. Вы за вопрос задаете, я теперь спрошу вас. Аварийный комиссар. С аварийным комиссаром, которым... Я так понимаю, он подсунул какой-то договор. Но сказал, что действует... Подождите. Вот ваша компания. Когда он сюда пришел? Почему он сюда пришел? Он сюда пришел. Уточняйте эти моменты. Они сказали, у нас этого договора сейчас нет, потому что мы направились в страховую компанию, по страховому случаю, потому что вы его продали. Сейчас, подождите. И девушка здесь дала в подтверждение этого опись, что они подали страховую компанию. Вы-то откуда знаете? В смысле, откуда знаете? Я аудиозапись слушаю. Давайте спросим у вашего... Аудиозапись недостаточно, что здесь происходит? Давайте спросим у вашего клиента. Мне больше интересует тот факт, что вы говорите, приехал аварийный комиссар от вас. Физически он конкретно здесь не заключал. Приехал аварийный комиссар от нас. Как вы определили, что он от нас? У него на машине было написано большими буквами ООО «Эксперт Л» аварийный комиссар. А зачем он мне дал ваш телефон? У нас аварийный комиссар нет. Я не знаю, вот это. Да понятно, нет, вы еретик, да мы... Ладно, я защиту вас правильно. Вы когда-нибудь видели в городе машину, где есть аварийный комиссар, и написано на МОО «Эксперт Л» аварийный комиссар. Да мы знаем же ответы на эти вопросы, вы же знаете, что нет. Нет, конечно. Вы же знаете, что... Я не могу понять. Как организован бизнес, красиво. Если вы заключали договор не здесь, не со мной, не у меня. Нет, там никто-то пришел. А зачем вы мне, ваши сотрудники... Вы дают опись о том, что направляли пакет документов своего корпуса. Какая сотрудница? Вы смотрите, вот опись, которая... Вы что? Сейчас. Вот это вот. Сейчас, смотри. Сейчас, 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 все будет хорошо. Я не сомневаюсь, что все будет хорошо. Я уверен. Всегда все будет хорошо. Как бы плохо ни было, всегда будет все хорошо. Здесь такой очень момент, очень нехороший. Я соглашусь, что вы очень красиво все сделали, ну ладно, так. Так что вы, пожалуйста, вот эту вот прошенную, или кому-то... Так дайте нам... ...Вадимировичу отнесите, пожалуйста. Вот скажите, вот опись, вот эту опись выдали ваши сотрудники. Это альфа-страхование, компания страховая, где опись? Нет, нет, нет. Здесь. Альфа-страхование, это не мы. Нет, альфа-страхование, это куда подавались. Я говорю, опись выдали здесь. Я не знаю. Ваши сотрудники, что они приняли альфа-страхование, альфа-страхование, приняло. И здесь ваши сотрудники, аудиозапись-то имеет соответствие. Какие наши сотрудники? Вот сотрудница, две сотрудницы. Это что вы дурака включаете, а? Какие описи, вы что? Вы что дурака? У меня... На самом основании тогда вы перевели деньги. 81 тысячу 100 рублей. Одна сотрудница, у меня секретарь. Девушка говорит, что вам же перевели деньги. У меня юрист. И то, что... Вы задавали вопрос, отвечали. Я сейчас еще раз задам вопрос. Вот эта вторая девочка, где я вас там что-то принимала? Вторая девочка сидит, вообще в том кабинете, за дверью. Вызов, вы Genius, ple합니다. Ваш номер телефона. Нет, не мой. Девочка, не мой номер телефона. Девочка сидит у меня, вторая, вторая девочка у меня сидит. Ого, вот, телефон взяла. Вторая девочка у меня сидит. Вот, вומרите колесо, пойду телефону. Вот телефоном, зло,iran. Сейчас вам рассказываю. Вот сидит одна девочка, вторая девочка у меня юрист сейчас. Заседание сидит, он в том кабинете, вообще от друга. Вы забываете, что я смогу издать вам вопрос? Вот скажите, 81100 рублей, которые фигурируют в СМС-сообщении от вашего имени, конкретно от вас, и девушка ссылается и говорит, что вам же выплатили по вашему страховому случаю. Какая девочка ссылается? Вот. Да мне кажется... Скажите, вы выплачивали эти деньги? Вы что-то придумали, вы что-то ходите, крутите... Там просто сумма ущерба более... Это девочка, понимаете? Это девочка, мой секретарь, понимаете? Она не может никакие суммы никому говорить, никакие области давать. Вы что-то придумали? Вы знаете, как мы сделаем, смотрите, суете мне бумаги из-за непонятного человека. Здесь, соответственно, фигурируют сотрудники. Вы почитаете офис, там написано «альфа-страхование». Идите в «альфа-страхование» и спрашивайте, откуда вы мне сделали. Слушайте, в «альфа-страхование» документы были сданы. Послушайте, не надо мне сувать. С нами. Вы мне претензию. Вы можете ничего не подписывать. Я и не буду ничего подписывать. Вы смотрите, вы не будете все понимать. Вы отдайте это тому, кому мы сделали. Мы сейчас так, как девушка. Два года уже есть. Девушка фигурирует, которая давала офис. Мы ей оставляем под видео, что мы эту претензию... Вы не оставляете эту претензию брошенную, а не девочке. Нет, мы вам все оставим. А вы там сами разберетесь. Прошен найдете, если нужно. Вот вам нужно вы ищите. А 800 тысяч вы в итоге... А какого, извините меня, дела, вам для меня надо, я не пойму. Я с вами договор не заключаю. Вы без договора не заключаете. Семенов, есть у вас прошу? Нет. У вас такого сотрудника? Нет. Вам он не знаком. Нет. Будем устанавливать. Устанавливать. Учебство хорошо есть. Скажите, а если мы найдем еще такие сессии, которые здесь были заключены, спрошены... Ищите. Хорошо? Ищите. Ищите. Ключ кидайте. Другого... Все, что хотите, кидайте. Другого человека найдете по сессии покупать, да? С другой человек будет покупать, чтобы... Я еще раз вам рассказываю, ребята, вы отстанавливающие организации. Мы работаем более 10 лет. У вас уже отработает схема. Мы работаем только с бюджетом. Вот, какое-то работаем. Вот заключение дело. Скажите, пожалуйста. Вот заключение делаю. Вот для Павловского отдела полиции. А Лебенко, которая находится, вам кем является? Никем. Лебенко за стеночкой не является. А на фамилии со мной является она мне. А раньше являлась? А раньше являлась. Кем? А раньше являлась мне женой. Женой? Да. Дело в том, что это семейное такое, я понимаю, такой бизнес шикарный, да? Нет. У нее свой бизнес. Но я говорю, это семейное? Нет. У нее комиссарный аварийный свой бизнес. А у меня оценочный бизнес. Другой бизнес совсем. Но я и говорю, это вообще как бы семейное, но не обманывается. Разные бизнесы у нас. Но я и вопрос... А мы людей не обманываем. Еще раз поясняю, мы работаем с юр, лицами, с бюджетными организациями в основном. А вы больше отдадите? Пожалуйста. Кому только допрошу, вот и отдайте. Действительно можно не отдавать. Мы его здесь оставим? Почитаем. Прошину передайте, пожалуйста. Хорошо? Заберите. Все, может, не перескать. Передайте прошину. Ладно. Все, не волнуйтесь. Прошину передайте. Не надо здесь... Перез музыки потом достать, вы не съешь. Здесь нет никаких прошины. И не было никаких прошинок. Здесь никакой эксперты. Ректоры, Легене. Легене. Смотри, что здесь. Здесь иношпольно работают еще, да? Всего хорошего. До свидания. До свидания. Все, может, здесь закрыть? Зачем? Ну, как бы, закройтесь там. В смысле, перезагрузка мозга не ожидали? В смысле, не надо мне говорить, что делать. Я не буду говорить, что это вам будет. Просто по-другому. Своего хорошего уже говорят. Не надо мне указывать. По-нормальному как-то. Здесь директор я, а здесь я даю указания. Они мне дают. Ну, своим сотрудникам. Вот ты иди своим сотрудникам давать указания, что им закрыть, а что им открыть. Я обязательно дам. Всего хорошего. Я рекомендую закрыться. Всего хорошего. Я могу только поэкромендовать. Всего хорошего. До свидания. Все. Все. Идите мне, пожалуйста. Мне уже здесь. А у вас нет, может быть, фамилию меня, может быть, вы есть прошлый? Может быть, а может быть, и вы прошлый. Может быть, человек компасирует, да? Мы оставили, ты можешь ее, конечно, развернуть, почитать. И прошу на вашу, конечно, думаю, найдем. Слушайте, знаете, какой классный вообще расклад? Вы фактически 82 тысячи подарили человеку. С вами же никакого договора не было, вы просто подарили человеку 81 тысячи. Так он еще получит со старовой компании полную мобильную всю сумму. Понимаете? Мне очень нравится такой расклад. Все, до свидания. Если что, звоните. В контактный телефон. Вот, да. Если что, вы звоните, конечно, в контактный телефон. Вот человек у вас есть. Вижу. Есть телефон? Откуда? Ну, я думал, вы сейчас расколете все-таки. Ха-ха-ха-ха. Какие-то еще врать. Ладно. Всего доброго. А так все хорошо вчера начиналось. Не ожидал бы, что это за керами. Какая разница. Вы сами видели, что тут произошло. В общем, директор, конечно, немножко его трусило. Все мы прекрасно понимаем, как на самом деле все это было. Просто красиво, в кавычках назовем, организовываем этот бизнес. Ну, нехорошо обманывать людей. Так что вы обратите внимание, в какие конторы вы заходите. Значит, и какие бумаги вы подписываете. И с кем, самое главное. Есть у вас что добавить по этой ситуации? Добавлять вот нечего. Ну, в общем, человек вообще в шоке просто находится. В открытую, нагло, в лицо врет. Люди не работают. Они постоянно по этой схеме все это у них откатано. В общем, мы со своей стороны эту ситуацию в любом случае будем дожимать. И так просто они от этой ситуации не отделываются. Кстати, контора называется «Эксперт-Эль». Запомните. И дорожный контроль не рекомендует обращаться туда. Сейчас мы будем звонить именно тому аварийному комиссару, который в этой схеме задействован был. Самое первое. Самое первое звено. Ну, первое звено, на самом деле, это инспектор ДПС. Дальше уже у нас... Будем раскручивать подбок. Я думаю, ДПС там аварийный, мне кажется. ДПС, он просто получил деньги за то, что он подогнал аварийному комиссару. Значит, клиент в виде вас. Сейчас мы будем звонить этому аварковому. Узнавать. Здорово, Серег. Здорово. Это Санек. Здорово, Санек, да. Слушай, ну это самое. Тут страховка еще пока что-то не получается. Тут какой-то договор Прошин там записан. Кто это такой Прошин? Директор. Там. Там. Какой директор? Ну, это в конторе. Кто он там, я не знаю. Ну, на него там, да, записано все. Ну, а что за контора, Серег? А? Что за контора? Эксперт Эль. Нет. Да там вроде какой-то другой, блин, начальник. Ну, там их там два, что ли, на них записано. Я не знаю, кто он там, блин. На него там все идет. А этот самый, нет у тебя телефона его? Прошлый? Ну, нет. Ну, там у этого только телефон. Вот это есть еще, где я тебе давал. Ну, это эксперта ты давал, да? Ну, да. А больше нет у меня никаких телефонов. Может, у него позвонить и спросить. Ну, там какой-то, они говорят, другой начальник, такого вообще нет у нас. Ну, там на них же идет договор, как нет, блин. Слушай, Серега, а договор, где у них весь остался? Копии у тебя нет? У них, да, все, у меня нет бумажки. Я все им давал. Вообще ничего у тебя нет, да? Ну, нет, они мне что дают, я вот это и все отдаю им. А ты, это самое, как у них работаешь или у вас отдельная организация что-то? Да у них какая-то. У меня, я что, бумаги собрал, отфотографировал, где здесь больше ничего не делают. А остальное все они там делают. Ну, я что-то спросил, они хоть не знаем, где Паршин такой работает, не работает. Ну, они по районам, они не знают, а сколько они там знают. Ну, а он Паршин, где вообще он должен быть-то, находиться? Где его найти можно? Да там, у них должен быть, Шэнь. Ну, у них там, я и сам Влада-то не видел, потому что я его видел. Понятно, ну, мне, в общем, никак не найти. А если с тобой там как-нибудь, можно его найти? Ну, они говорят, такого нет вообще, я у них спросил, говорит Паршин. В дом, говорит, блядь, есть он, знаю. Значит, может они там как-то подставное лицо хуячит. Я хуя их знаю, как можно в налоги не платить. Хуя их знаю, я даже не знаю. Они вот ума всякие дают, я их беру и потом им все отдаю и пиздец. Понятно. Ну, ты его тоже даже не видел, никогда не знаю, да? Не видел, глаза даже не знаю. И вообще, кто есть этого. Второй я его, второй он, если я в другой конторе работал, он там тоже работал. И того я видел. Ну, и такой худой маленький, да? Да, 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 да. Ну, а ты документы, кому отдавал девчата? Я вообще его влага не видел, я не знаю. Существует он в действительности. Потому что он в действительности не существует. Потому что они на подставное лицо как хуячит еще в налоге не выплатить, он бы не так. Не могу ничего не поэтому вообще сделать. Ну, а ты документы им отдавал, нет, сам девчаткам там. Да, я им все отдал и все у них там. Не, именно ты директору кому отдавал или кому? Да, ну, зачем? Ну, это, девчатки там сидят там, как с каким-то звонил. Ну, я звонил, какой-то парень отвечал там, блин. Потом девчатки там сидят на разборе, им отдаются и все. Понятно. Это вот, это самое, какой там, ты 12 часа отдал, да? Ча-ча? Документ 12-го отдал? Ну, когда вот он сдал, да, я не помню. А как он сдавал? Ну, все, у меня нет, ничего. На руках. Ну, ладно, Серега, давай, я что-то наберу тебе. Хорошо, давай, что-то мне не разберешься. Да никак, что-то, блин. Ну, позвонил по этому номеру еще. Дозвонил, блин. Ну, и что, они, наверное, съездят от туда. Ладно. Слушай, Серега, ну, они вот это самое, говорят, договор цель составляли. С тобой мы писали договор какой-то? Ну, да, да, да. Ну, а целься договор вот с тобой составлять мы? Да, да, да. Ну, а что ты мне не сказал, что составляешь договор целься какой-то? Ты мне не предупредил, ничего не сказал. Подпиши документы, я сейчас дома сделаю все. Я его даже не подписывал, ты его что подписал, я им отдал. Они сами подписывают, я вообще ничего не пишу. Не, ну, ты, блин, мне не сказал, что договор целься там есть, правильно? Да я хуй зато у меня не спрашивал. Ну, ты, блин, должен был сказать, что заключаем договор какой-то. Объясните хотя бы, что к чему. А теперь они забрали вот эти документы, тебе ничего не дают. Теперь мне что делать-то, как быть? Ну, у них там, Доксан, я не могу тебе ничего сказать по этому поводу. Ну, а ты договор заключал сам по себе или они тебя дают заключать? Да они мне все дают, зачем я получилась, чем заключаться, а я вообще никто там ебтаю. Понятно. Понял, ладно, Серега, давай тогда, если что позвонил, давай. Ну, я в шоке, конечно, он товарищ какой-то тебе является, знаете? Да не товарищ, просто знакомый, блин, это самое, живем недалеко. Ну, вот так вот наеб будет по-русски сказать, наеб будет. И сейчас пытается это... Знаешь, как мы сейчас можем сделать? Мы сейчас туда идем, заходим туда, и ты первый сейчас туда идешь один. Войдешь вот со стороны, вот так. Захожешь очень быстро, главное тебе зайти туда. Захожешь. Значит, и мы там, в присутствии. Мы звоним на громкую связь. Это телефон. Понял? Что с ней все двигается. Позвони, пожалуйста, на громкой связи. Здесь, как раз, я так понимаю, есть еще шлифы, да? Да, мы хотели вот эти моменты подточнить. Позвоните на группа Сайзи. А это, так понимаю, одна организация, да? Вы тоже, да? С одной организацией, просто мы хотели бы лифт зафиксировать, чтобы кто здесь присутствует. Смотри, ручками не маши. Ручки – это такое дело нехорошее. Иди фиксируйте. Серег, ну я вот заехал туда, в контору, где приводишь, эксперт ЭЛ. Вот зашел к начальнику, спрашиваю, старшин работает, он говорит, такого у нас нет. Ну, скажи, это здесь контора, это? Ну, эксперт ЭЛ, это контора, правильно? Эксперт ЭЛ, да. Ну, ручку 157, да? У вас работает вот аварийный комиссар здесь? Он подтверждает? Ну, вы это не работали. Работает? Ну, скажите. Кто Паршин, Паршин, вы что, пристали ко мне, опять я не пойму. Так скажи, вы работаете тут, эксперт ЭЛ. Ну, вот, говорит, не работаю. Работает, да, Серега? Он конкретно, Серега, вот этот. Работает здесь? Серега, работает здесь? А ты работаешь в этой же конторе, да? Нет? Ну, я не официально работаю, работаю. Вы говорите, эксперт ЭЛ, вас не официально сотрудничать. Какой Серега? А как фэр для Сереги? Долгов. Долгов Сергей, работал? Долгов. Есть такое у нас? Куда вы сразу пишите? Нет такого, я в обед. Такой же закрывались на обед уже. В общем, да скажи, что здесь какой-то, где он работает, что за лохотрон? Серега, блин, вообще убегают, не хотят разговаривать. Ничего не знают. Нет такого, скажи, что он тут не работает, его уволили. Он знал, что его уволили? Кого? Ну вот Сергей. Получается, где его уволили? Он говорит, что не знает таких. Может, он уволен, просто не знал об этом? Это спроси у него. Тебе что, по этому поводу уволили? Уволили. Ховорят, да. А когда, ты в курсе? Рыбись. Извините, пожалуйста. Да мы сейчас уже уйдем. Ну правда, мы ручем. Ладно, Серега, давай. Не до вас. Давай. Есть ли что? Вот и клиентом мы должны быть. Ну вы уволите, пожалуйста. Скажите, вы офис сдавали? Вы офис сдавали? Ничего не давали. Ничего не давали. Вы слышите о директора, кем я работаю? И вам, наверное, там уже все рассказали. Я работаю секретарем. Пожалуйста, выйдите. Вы ничего не давали как в офисе, правильно? Я ничего не помню, да. Ну все, мы просто как подтвердили. Шарагина контора. То работает, то не работает. Шарагина контора у вас. Это у вас шарагина контора. У нас в обществе. Вы сейчас совершенно верно. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Ну только плохими вещами ваша конторка занимается. Такие называют компанией, конторками такими. Ни о чем. Пойдемте. Жулики проходилцы и воры не говорите. Есть такое высказывание, знаете? Какое? Жулики проходилцы и воры. Это про вас как раз. Про вас? Да. Слава богу, не про нас. Это вы наговариваете. А мы по факту говорим. Мы на вас наговариваем? Вы вообще теплоходы, даже сказали. Мы всего лишь оперируем фактами. Да, мы и говорим. Какими фактами? Фактами. Ну послушайте, у вас человек работает, вы говорите не работает. А когда его уволили? Я вам... У нас никто никогда не работает. Не в штатах он работает? Серега, вы что, глупости говорите? Долго, да? У нас организация, организация занимается оценочной деятельностью. Мы работаем... Что никто не спорит? Мы работаем исключительно с юридическими лицами. И все. Да. Я понял. Молодцы. И все. И вы работаете с перерывами или без перерывов? Не работаем мы с перерывами. С перерывами. На обед. Знаешь, вот есть песня у Ленинграда. Прощай, балабол. И вот я объясню. Вот смотри вот здесь, что написано. Эксперт Эль. Ваше юридическое лицо. Что здесь написано? Это называется, ты в лицу врешь. Нагло врешь. Полдун, лжец. А еще продолжение есть. Слышали про подлеца? Вот подлец это ты, скорее всего. Так я тебя даже не былを оскорбить. А ты знаешь, что такое подлец вообще? Начнем с этого. Все, хорошо. Вот слова говоришь. А ты знаешь, что ты говоришь? Что такое подлец? Ну давай, расскажи, просвети меня. Я не знаю, расскажи меня. А зачем ты тогда говоришь? Расскажи, пожалуйста. Да ты просвети меня. Мне нужна была твоя помощь. Зачем ты своей метвой мелишь, если ты не знаешь, что ты мелишь тогда? Метла у тебя. Метла у тебя. Купи себе азбуку, купи себе словарь «Даля», словарь «Ожегова», изучи слова, Их смысл, значение, а потом их говори Ты в курсе кто-то есть? А как говорить то, не знаю что, может любой Слово балабол мягко сказано в отношении тебя А что значит балабол? Потому что мы вот прям находимся, прям, знаешь, вот, если мы берем, вот так смотрим, да, вывеска и твое лицо И прям все сразу становится в свои места Кто нас балабол с перерывом? Ладно, поехали Купи себе азбуку, не очень Мне это поможет, думаешь? Мне уже ничего не поможет Я думаю, тебе поможет А тебе уже ничего Все, давай, удачи, звони, если что